Мужской разговор Вячеслав Тимошенко, председатель совета директоров издательского дома «Аргументы недели», основатель спортивно-патриотического клуба «Слава», бизнесмен, меценат. Об этом человеке ходят легенды. Родился и вырос в Керчи, живет в Москве, но вкладывает деньги и, главное, душу в развитие родного города, а особенно в воспитание подрастающего поколения. Символом клуба «Слава» стал тигр, одно из самых красивых и благородных животных. У тигра непростой характер, но если человек сможет завоевать его доверие, то хищник станет ему другом на всю жизнь. И Тимошенко доказал это личным примером. Он с тиграми на «ты». Идем смотреть тигров. Так у тебя сейчас троя получается, да? Да, троя. Марс? Марс, Эмили и Кай. Маленький Кай? Да, Кай. Знаете, как Кай и Герда. Ох ты какой, фырчит, а! Увы, 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 увы. Ой, как ты, у тебя рулики такой! Хи-хи-хи-хи-хи-хи. Ой, как ты, афельчик какой, а! Увы, тикай! Слушай, альбиносы же это вообще дефицит, да? Да, да. Это редкая порода. В природе они вообще не живут. Потому что они не выживают из-за своего краса. И вообще сами такие звери по себе очень болеют много. А этого красавца я брал, от него мать отказалась. Она его перестала кормить. Как, в принципе, и все хищники, которые у нас, как бы, они все были отказники. Мама от них поотказывалась. Но вырастет он очень большой. Это мальчик. Ух ты, мальчик! Кай, Кай, хороший Кай. Кай, хороший. А порода как слабо у них? Белый тигр. Белый тигр, да, просто? То есть это не альбинос, это белый тигр? Нет, белый тигр. Значит, я ее забрал, когда она была... Как ты дыши, в общем, у тебя, да, получилась? Ну, она полностью была лысая. Это что? Лысая, да. Мать от нее отказалась. Она ее молоком, я сейчас открою. Она ее молоком не кормила. Вот. И я уже ее сам с соски выхаживал. А ей сколько? Ей уже полтора года. Какое хорошее! Покажи, покажи зубки. Покажи зубки. Кинула, она балдеется. Ничего себе, лапой какой. Ты чего, лапой-то такой? Ты чего дерешься, а? Ох, какие лапки. Вот это лапка. Красотка. Ой, какая. А шусы какие. Про таких, как Вячеслав Тимошенко говорят, он сделал себя сам. Родился в простой семье. И ему с детства приходилось рассчитывать только на свои силы. Вячеслав, хотелось бы узнать, каким в детстве был мальчик Славка Тимошенко. Трудный мальчик. Трудный мальчик. В чем это выражалось? Очень трудный. Ну, во-первых, учиться я не хотел. Вот. И так эпизодически, да. То есть, бывало, то я учусь, стараюсь, то меня просто не заставишь было учиться. Вот. Как помню, вытягивал, если касается упражнений, там, домашних, я вообще изо всех предметов, там, русскую литературу, русский язык вытягивал стихотворениями. Двоек нахватаюсь, там, книги не читал. Стихотворения выучил, прочту так. Росли в таких условиях, что воды в доме не было. Вот. Воду я постоянно носил. Ну, то есть, стирать маме, кушать готовить, это все я носил за 500, где-то за 400, за 300 метров от дома, два ведра в зубы и пошел. То есть, маме на стирку, на уборку, на покупаться, опять же, на кушать приготовить. Это все носил воду я, конечно, в дом. За хлебом и тому подобное, это да. Но, чисто если так физически, ну, у нас же такой мужской разговор, чисто если физически, я был в детстве очень слабым мальчиком, напрочь. Бегать я вообще не любил. Два километра для меня было пробежать, это испытание, это... Я пробовал заниматься всеми, и борьбой, и боксом, и карате, и прыжками с вышки, там, и классической борьбой. То есть, я, в принципе, брался за любые виды спорта. Но, как правило, не доводил, потому что отца не было, я не доводил, не было кому настоять. Но искал я себя постоянно в детстве. После школы Тимошенко поступил в мореходку. Ну, а потом армия. Школа жизни и борьба с самим собой. Я пошел служить, как все обычные ребята. Призвался в военкомате, перевезли нас в Симферополь. Вот, там уже отобрали по войскам. Вот, и попал я в Николаев, отдельно учебная рота химической защиты. То есть, это было как раз, когда была угроза ядерной войне, и были вот образованы эти войска химической защиты. И как раз тогда, если помню, Чернобыль, там, вот это что-то. Да, ну, как раз это вот, Чернобыль произошел. То есть, и тогда это очень было, да, серьезно? Да, да, да. Слава, наверняка, когда шел в армию на проводах инструктаж от старших друзей, товарищей, товарищей. Нет, нет, ничего, ничего такого не было. Напрочь, наоборот. Я шел туда... Не идей, как будет тогда. Да, да, я шел, я пришел, я курил. Я тогда на тот момент курил, баловался, то есть, так не относился ниже. То есть, присутствовали вредные привычки. Да, 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 не серьезно так к этому. Вот, но уже попав туда, я понял, что либо надо бросать курить, потому что физические нагрузки были такие же. Ты же в противогазах-то, ну-ка, музыка противогаза, ты же постоянно. Конечно, конечно, мы бегали постоянно в противогазах, вот, у нас с утра, у нас все бегом, то есть... Да, с утра встал, бегом в туалет, все бегом. У нас... Кушал бегом. Я прошел, ну, я вот не жалею, я сейчас, ну, не сейчас, сейчас нормально уже в нашей стране, как бы, я вижу по молодежи, тенденция такая растет, потому что все-таки идти в армию. Да. А вот 90-е годы, я, ну, помните, да, то есть, что там, в армию идти, я не понимал, ну, что, ну, там были разные, разные, нет, нет, ну, разные мнения, типа, зря время терять, но это время не зря, однозначно не зря. Спорт стал неотъемлемой частью жизни Вячеслава Тимошенко. Он всегда и во всем стремился быть первым. В 2012 году установил рекорд, пробежав 52 километра за 5 часов 17 минут, без остановок и без единого глотка воды. Так называемый сухой забег. А спустя два года, в августе 2014-го, Тимошенко установил новый рекорд. Он переплыл без остановки Керченский пролив, туда-обратно. 11,5 километров за 5 часов 39 минут. Не меняя стиль плавания, только кролем, без гидрокостюма и не отдыхая ни секунды. Поступок немыслимый для подавляющего большинства людей, даже для спортсменов. Но еще несколько лет назад никто и подумать не мог о том, что Тимошенко будет устанавливать рекорды. В 2008 году он разбился во время прыжка с парашютом. Правая нога была повреждена в семи местах, сломана шейка бедра. Никто из врачей не давал гарантий, что он вообще начнет ходить. Но наперекор медицинским прогнозам, Тимошенко не просто поднялся с кровати, а вновь вернулся к спорту. В это же трудное время в его жизни появился очень близкий человек. Потрясающая девушка, которая впоследствии стала его женой. Я все-таки самое главное понял, что надо выходить за... не просто там жениться, да, надо именно полюбить человека и полюбить его на всю жизнь. А чтобы полюбить человека на всю жизнь, надо, как вот мама моя говорила, с красоты воды не пить. Надо в первую очередь полюбить душу человеческую. Если ты любишь душу человеческую, ты никогда и не предашь, ты, соответственно, не изменишь. Вот это вот настоящее. У Тимошенко двое детей, сын и дочь, которых он воспитывает в любви. Я хотел бы обратиться ко всем уже людям, которые имеют своих детей, либо молодым семьям, которые будут иметь своих детей. В первую очередь надо что-то делать, ну, по отношению себя. Надо задуматься над тем, как мы живем. Вот это в первую очередь. А потом уже, соответственно, они будут брать с вас пример. Май 2014 года. В канун Дня Победы Вячеслав Тимошенко организовал 200-километровый марафон Керчь-Симферополь. Многие относились к этому скептически. Сложный маршрут, не каждому под силу. Но оказались неправы. Велосипедисты, легкоатлеты и самбисты из клуба «Слава» от 12 до 70 лет все выдержали испытания на прочность и финишировали в столице Крыма. Эта трасса и для них стала личным рекордом. Этот забег, как я, как так же самые те люди, которые принимали в нем участие, они бежали не только за себя, они бежали за всех вас. Для того, чтобы вы были здоровыми, счастливыми, чтобы у вас в этой жизни все было хорошо. Знаете, если хочешь быть сильным, надо стать добрым. Для того, чтобы стать добрым, надо заняться спортом, заниматься бегом и вести здоровый образ жизни. Тимошенко не собирается останавливаться на достигнутом. Он патриот. И его главная миссия – помогать людям. Ведь человек с волей может все. Даже то, что на первый взгляд кажется невыполнимым. Кто такой настоящий мужик? Твое мнение? Мое мнение, оно однозначное. И уже с годами проверенное, убедившись, как еще в свое время говорил Высоцкий. Самое главное в нашей жизни – это верность и преданность. Если у тебя ее нет, ты никто и ничто, и ничего у тебя нет. Это единственная валюта, которая в жизни никогда не обесценится. Это преданность. И вот я считаю, что настоящий мужчина должен быть верен и предан, в первую очередь, в своей семье, в своей родине. И относиться к своей стране, к своему месту. Не просто быть таким, знаете, обывателем, пользуясь тем, что тебе дало вокруг, но при этом ничего не отдаешь. Надо что-то делать для своей страны.